Цех по нанесению антикоррозийного покрытия работает 10 лет. За это время профилактику поставили на 6 тысяч километров промысловых труб. Предприятие с гордостью сообщает, что это позволило избежать порывов. За все время не зафиксировано ни одного. Уже не первый год многомиллионные инвестиции через нас. Лукоил вкладывает в охрану окружающей среды, то бишь в экологию. И это оправдывает себя. Если проводить аналогию, то до того, как трубы нефтепроводные работали без покрытия, они выходили из строя через 2-3 года, нанося этим большой урон окружающей среды. Также на предприятии для того, чтобы предотвратить разгерметизацию, применяется технология, когда труба не сваривается по стыку, а спрессовывается одна в другую. По трубам перекачивается не чистая нефть, а водо-нефтяная эмульсия, которая является агрессивной для металла. Отказы трубопроводов происходят в основном из-за внутренней коррозии. В настоящее время все нефтепроводы, все низконапорные водоводы строятся только из трубы с антикоррозийным покрытием. Также в компании существует ряд мероприятий, направленные на предотвращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это программа утилизации попутного нефтяного газа на специализированном заводе. Сейчас проводится техническая диагностика технологического трубопровода, чтобы понять его техническое состояние, проконтролировать, найти возможные дефекты, если они есть, в общем, оценить его и спрогнозировать остаточный ресурс этого трубопровода. Такие проверки делают каждый год перед остановочным ремонтом. Специалисты Центра научных и производственных работ, инженер и начальник лаборатории используют методы неразрушающего контроля технического состояния. И тут, как говорится, комар не проскочит. Низкочастотное поле вихревых потоков, а затем ультразвук, не дают микродефектам и шансы остаться незамеченными. Выбросы в атмосферу уменьшаются, уверяет руководство. В утилизации попутного нефтяного газа в Лангепасе добились показателя в 95%. На факеле горит дежурный газ, как раз обеспечивающий безопасность технологических процессов. То есть это неотъемлемая часть производства. При возникновении внештатной ситуации, дабы объемы газа или продукта в объеме, ну, в каком-то вышел на факел и не горел, но произошел выброс, то мы получим с вами гремучую смесь, то есть взрывоопасную концентрацию, после чего может произойти взрыв. В этом случае, когда горит факел, это просто все сгорит и будет безопасно. Операторная находится в безопасной зоне. Процесс максимально автоматизирован. В итоге чиновники от экологии сделали вывод, что производственные базы Лангепаса чуть ли не более благоустроены, чем жилые микрорайоны. С чем не очень согласна наша съемочная группа. В городе чисто и ухоженно. А уже покидая муниципалитет, мы заметили детскую группу в одуванчиках. Оказалось, класс художественной школы вышел на пленэр. И такие творческие вылазки на природу у них нормальная практика. Тем более за натурой далеко ходить не надо. Цветущие поля находятся прямо в центре Лангепаса. Воздух здесь нормальный, устраивает всех. Екатерина Любешева, Сергей Коликов, Сургут Интерновости, Лангепас.